Мир вам, друзья! Думаю, каждый из нас когда-то обращался к Богу. И если это происходило в сложные для нашей жизни моменты, я думаю, у нас свежо в памяти, как же нам хотелось тогда услышать ответ. Как хотелось хоть на мгновение овладеть секретом взаимопонимания с небесами. Есть ли такой секрет и в чем он? Об этом и пойдет сегодня же речь в проповеди под названием «Секрет Давида». Первая книга «Паралипоминон», 14 глава. Мы прочтем практически всю главу, за исключением, может, нескольких стихов. Прочтем с 1 по 3 стих и далее с 8 стиха. «И послал хирам царь Тирский к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялось все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рифаимов. И попросил Давид Бога, говоря, «Идти ли мне против филистимлян, и предаш ли их в руки мои?» И сказал ему Господь, «Иди, и я предам их в руки Твои». И пошли они в Аалпирацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваалпирацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще попросил Давид Бога, и сказал ему Бог, «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев». «И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов». Аминь. Знаете, мой сын, когда думает, что он уже что-то умеет, и вот что-то делает, на все аргументы старших, кто пытается его подкорректировать, еще совсем недавно отвечал очень просто. Он говорил, «Я знаю секрет». Этим самым он как бы подразумевал, что все, что он делает, он делает правильно, и ему, собственно, ничего не грозит. И с другой стороны, когда он хотел узнать, умею ли я что-то делать, он мог подойти и спросить, «Папа, а ты знаешь секрет?» Вы знаете, читая этот текст, мы понимаем, что вроде бы все просто. Таких эпизодов в Ветхом Завете очень много, особенно в жизни Давида, и вроде бы никаких секретов нет. Ну, что здесь происходит? У Давида трудности. У Давида трудности уже как у политика. У Давида трудности как уже состоявшегося царя. И Давид их вполне успешно решает. Он принимает этот вызов, он взывает к Богу, Бог отвечает ему. Ну, собственно, таких переживаний было немало в жизни самого Давида. И вместе с тем, если читаешь, вот начинаешь этот текст читать, перечитывать несколько раз, начинает закрадываться какая-то мысль, что как будто бы Давид знает какой-то секрет. Вот Давид обладает каким-то особым знанием. И, знаете, если выражаться языком моего сына, у него был этот секрет. Он умел контактировать с Богом. Он умел не просто говорить что-то Богу, он умел с Богом взаимодействовать. Эта связь была обратная. Это было не обращение в одну сторону. Бог отвечает Давиду на его простые просьбы. И отвечает так, что Давид их понимает. Вы знаете, когда я читаю об этом, размышляю, я уже задаю сам себе вопрос. А я знаю этот секрет? А у меня есть вот это знание. Умели я вот так взаимодействовать с Богом, чтобы моя связь с Ним была обратной, имела обратную связь. Чтобы мой контакт с Ним имел ответ с небес. Не только в одну сторону, когда я обращаюсь к Господу. Вы знаете, книга Паралипоменон повествует нам, что вот это вот взаимодействие Давида с Богом, ну, вроде бы, давалось ему как-то естественно. Это взаимодействие, ну, на первый взгляд, кажется, происходило как-то легко. Возникают трудности, и Давид как-то легко их решает, и Бог вступает в жизнь, включается в жизнь Давида. Что мы считаем? Мы считаем о том, что царь Тирский хирам присылает Давиду послов. Присылает вместе с послами каменщиков и плотников, которые должны были построить Давиду дом, царский дом. Вы знаете, со стороны царя Тирского это было признание Давида царем. Со стороны царя Тирского это было признание и почтение, выражение своего почтения, уважения к Давиду как царю. И Давид, увидев, что его уже с ним считаются как с царем, написано, что он начал думать о своем быте. Он задумался о том, что его окружает. И вот это было где-то внутренне, может быть, приятно. И он решил даже увеличить свое влияние вот где-то в своих глазах. Он берет еще в Иерусалиме жен. У него родилось еще, если прочитать всю эту главу, 13 детей. И вроде бы все хорошо. Но тут на горизонте появляются филистимляне. А мы знаем, что филистимляне, они были давними знакомыми царя Давида. Так получилось, что еще когда Давид становился только на путь приближения к царству, когда Господь только вел его, и он становился в своих взаимоотношениях с ним, в своих взаимоотношениях с народом израильским, он должен был взять в жены дочь царя Саула. И одно из условий, которое должен был выполнить Давид, чтобы эта девушка стала его женой, ему нужно было пойти в стан филистимский, если вы помните, сделать очень много вреда филистимлянам. Что Давид сделал с большим успехом. И с тех пор вражда между Давидом и филистимлянами, она периодически разгоралась с новой силой. И вот здесь, когда Давид уже был признан как политическая фигура, филистимляне против этого. Они против этого. Они помнят обиду, нанесенную Давидом им. И они выходят на войну. Давид воспринимает это как настоящий царь. Он собирает войско, выходит, становится перед этими врагами и делает одну вещь, которую, может быть, делал не каждый царь тех времен. Он взывает к Богу. Бог отвечает Давиду. И Давид и его войско одержали победу. Знаете, что необычного скажете мы? Таких эпизодов очень много. Как я уже говорил, и в жизни самого Давида в том числе. Но необычно то, друзья, удивляет лично меня то, что вот взаимоотношения с Давидом, Давида с Богом, были какие-то очень естественные. Они были какие-то простые. Для Давида это не было какой-то сложностью воззвать к Богу. И для Давида было совершенно понятно, когда Бог и как он ему отвечал. Вот это водительство Божие для него не носило никакой загадки. Вы знаете, секрет Давида был в том, что он умел различать голос Божий. Вот что отличало Давида от других, может быть, царей и даже просто людей из общества израильского. Вы знаете, этот эпизод из жизни царя Давида очень хорошо демонстрирует нам, почему важно уметь слышать ответ Божий, уметь различать ответ Божий. Знаете, все мы умеем открывать свои желания пред Господом. Это благословенная возможность, которую нам дает Слово Божие. Более того, Слово Божие говорит, что нам нужно уметь открывать свои желания пред Господом, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Но вот мы видим, что Давид при первом нападении филистимлян так и делает. Он взывает к Богу и говорит, Господи, идти ли мне на них и предашь ли их в руку мою? И Бог отвечает, иди, предам. Буквально скоро при филистимляне возвращаются с новой силой, наверное, чтобы взять реванш. Казалось бы, ну неужели что здесь непонятного? Первый раз уже было благословение. Можно идти второй раз и смело сражаться. Бог со мной! Но Давид опять взывает к Богу. И мы видим, что при втором ответе своем Господь предлагает Давиду некую стратегию. Бог предлагает Давиду какой-то метод, которым он должен воспользоваться, чтобы достичь успеха. Если первый раз просто Господь сказал, иди, я придам их в руку твою, то теперь Бог предлагает идти Давиду несколько иным путем. Он предлагает ему уклониться и не идти прямо на стан филистимский. Вы знаете, и этот человек понимает то, что говорит ему Бог. Вот что его отличает. Вот в чем его секрет. Он понимает, что ему говорит Бог. Знаете, он демонстрирует какую-то последовательность действий, очень удивительную. Бог говорит ему, что ты не иди на эти трудности сегодня напрямик. Нет, ты не пасуй перед ними, но зайди с другой стороны. Вот зайди с рощи, с трудовой рощи и выступай против этих врагов не раньше, чем ты услышишь шум на вершинах тутовых деревьев. Шум такой вот, как бы шаги. Я себе представляю вот эту картину. Вы знаете, все войско, во все оружие, люди, которые еще недавно одержали победу над этим неприятелем, люди воодушевленные, люди вдохновленные, люди смелые. За Давидом шли люди смелые. И вот Давид командует им в этой роще всем замереть, призывает всех к полной тишине. И вот это войско все стоит в недоумении, а Давид внимательно слушает. Давид внимательно слушает, что он слышит с вершин. Что он сейчас слышит? И вот он слышит как бы шаги. Но для Давида это не просто шаги. Для Давида это знак, что сам Бог уже идет впереди него. Нужна была какая-то пауза, чтобы Давид услышал. Вот это мгновение произошло, когда Давид понял, что Бог вышел впереди него. И Давид командует наступление. И опять победа. И опять победа. Вы знаете, друзья, Давид знал секрет. Давид знал секрет взаимодействия с Господом. Он знал, когда нужно выдержать паузу. Он знал, когда нужно действовать активно. И сам Бог подсказывал ему, когда что от него требуется. Я вот размышляя об этом, задался себе вопросом и думаю, вот как важно действительно познавать Господа, как написано в Слове Божьем, ну во всех путях. Во всех путях. И может быть даже не полагаясь на самый лучший, самый прекрасный, самый позитивный опыт, но опыт вчерашнего дня. Опыт вчерашнего дня. Быть может сегодня Господь желает нас провести другим путем. Он желает показать нам новый путь, не такой путь, как ранее. И более того, если я сегодня пойду так, как вчера, может быть Бог там сегодня не идет. Недавно размышляя над этим, знаете, я внутренне так вот змолился, размышляя о том, что происходит в собственной жизни, и вызвал Господа. Я говорю, Господи, как вот мне порой не хватает вот этого шума с вершин тутовых дерев. Как мне вот не хватает от этого ясного понимания от твоего водительства. Как не хочется идти за тобой, опираясь только на то, что я переживал вчера или может быть чуть раньше. Да, тогда ты отвечал, но сегодня же ты не изменился. Господи, где ты идешь сегодня? И вот, взмолившись так, Бог дал этот текст. Да, читая текст, вот этот текст дозвучал и размышляя над ним, вот Бог дает такие вот выводы, которыми хочется сегодня поделиться. И вот первый вывод, который для меня был очень важен, друзья, это нормально, когда мы умеем взаимодействовать с Господом и когда в нашем взаимодействии есть ясность. Вы знаете, есть замечательный текст в Священном Писании, который иногда сбивает нас с толку, к сожалению. Этот текст записан в Первом Послании Коринфянам, 13 главе, 12 стих, где апостол Павел говорит, что сейчас мы видим, помните, как сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда, уже когда настанет совершенное время, мы увидим полностью, мы будем познаны подобно, как сейчас, вот мы познаем так Бога, как сейчас познаны. И Павел говорит, что то, что я знаю сейчас, ну, это он определяет вот таким интересным словом. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. И вы знаете, когда мне что-то было непонятно, когда что-то для меня сокрыто, я себя очень часто утешаю этим стихом. Ну, вот, не видно мне многого сегодня. Но если внимательно присмотреться на жизнь самого апостола Павла, то возникает такая мысль, хорошенькая я отчасти. Мне бы хоть часть от этого отчасти. Как-то у Павла была ясность во взаимоотношениях с Богом. И водительство Божие он воспринимал очень, ну, не хуже, чем Давид, если не лучше. И, может быть, Господь желает, чтобы в нашем взаимоотношении с Ним была ясность. Да, мы не все можем видеть наперед. И многое мы действительно видим как сквозь тусклое стекло гадательно. Мы даже до конца не представляем, что нас ждет в вечности. Мы только предполагаем, и сердце наше трепещет от радости. Но есть вещи, которые Бог желает, чтобы мы ясно и конкретно понимали, уже идя здесь, по этой земле. И это вполне нормально, когда в наших взаимоотношениях с Господом есть ясность для нас самих. Есть обратная связь. И вот второй вывод, который я хотел бы предложить, друзья. Прежде чем я научусь понимать Бога сегодня, мне следует прекратить следовать за Ним по обычаю. Прекратить идти за Ним, опираясь только на опыт вчерашнего дня. А не поэтому ли Павел говорил, что я забываю заднее и простираюсь вперед, и стремлюсь к почести высшего звания. Он хотел большего достичь во Христе Иисусе. Друзья, это не амбициозное простое желание. Павел тоже знал секрет. Он понимал суть роста нашего, нашего приближения к Господу. То, что было вчера, Бог нам предлагает сегодня, может предложить что-то новое. И это наша ответственность, понимать, каким путем ведет нас сегодня Господь. Собственно, само Писание учит нас этому и не только на примере Давида, не только на примере Павла. Мне сразу пришло на память, когда думал над этой темой, история из жизни еще одного великого мужа, не царя, конечно, но играющего великую роль в жизни израильского народа, Моисея. Он много раз предстоял пред народом как от лица Бога. Он много раз передавал народу волю Божию. Вы помните, когда происходил сам исход, то Моисей должен был взять жезл, ударить жезлом по воде, вода раступилась, и эти люди от войска фараонова ушли по дну. Дальше мы уже слышали, что много испытаний приходило на жизнь Моисея. Народ израильский часто роптал. И вот один из примеров такого ропота был, когда захотелось им не только есть, но захотелось и пить. И этот народ настолько уже возмутился, что и они, и их животные нуждаются в воде, что подошли к Моисею, и Моисей взывает к Богу и говорит, Господи, еще немного, и побьют меня камнями. И Бог говорит ему, возьми жезл твой, который в руке твоей, собери знатных старейших из народа, и вместе с ними подойди вот к горе, ударь по этой горе, и я дам вам пить. Моисей делает все это и бьет по горе, и гора дает ему воду, им воду. Чудо, великое чудо Божье. Это было в книге Исход. Книга чисел повествует нам, что подобная ситуация возникает снова на пути израильского народа в землю обетованную, и снова Моисею нужно принимать решение, и он снова обращается к Богу, потому что израильтяне хотят пить. И Бог ему уже сейчас говорит, скажи слово этой горе. Моисей почти полностью выполняет все, что сказал Бог. Но он не только говорит слово, он бьет жезлом опять в эту гору. И что интересно, гора дает воду. Гора дает воду. Но что случится от Моисея, от Бога? Он говорит, Моисей, ты этим обесславил имя мое, и за то, что ты не послушал меня, за то, что ты не подчинился мне полностью, ты не войдешь в землю обетованную. Да, увидишь ее, но не войдешь. Наверное, страшные слова эти были для Моисея. Столько лет мучений, столько лет переживаний, ходатайственной молитвы за этот народ, столько лет по пути, по пустыне, чтобы услышать в конце, вроде бы из-за мелочи какой-то на первый взгляд, что ты не войдешь в обетованную землю. Почему так жестко? Можно подумать. Почему так строго? Знаете, может быть, потому что наш Бог, Он не есть Бог традиций, и Он не есть Бог вчерашнего дня. И сегодня Он может предложить что-то новое. Да, Моисею нужно было ударить жезлом по воде, и она раступилась. Да, Моисею нужно было ударить жезлом в скалу, и она дала воду. Чуть позже мы читаем, Моисей поднимал руки к небу, и в этих руках был жезл. И когда руки были подняты, амалекитяне проигрывали битву, израильтяне побеждали. Руки уставали у Моисея, жезл опускался, и амалекитяне начинали одолевать над Израилем. И были помощники, которые поддерживали руки Моисеевой. Жезл, может быть, начинал приобретать какой-то вид культа уже. Я не знаю, друзья, это так уже рассуждение. И вот Господь говорит, что вот этот раз тебе нужно сказать слово. А Моисей опирается на опыт вчерашнего дня. Моисей вспоминает, как было раньше. Ведь раньше жезл же действовал, неоднократно действовал. И сила Божия через него проявлялась. А сегодня Бог говорит, скажи слово. Бог сегодня говорит, уклонись и не иди на них прямо, а зайди со стороны рощи тутовых дерев. А я не слышу этого. А я не понимаю. А я опираюсь на опыт вчерашнего дня. Вы знаете, в книге пророка Исаии мы считаем, где Господь говорит нам, что мои мысли, они не ваши мысли. И мои пути, это не ваши пути. Но вот как небо, посмотрите на небо, как небо выше земли, так и мои мысли, мои пути, они выше мыслей ваших и ваших путей. Что же от меня требуется? Значит, от меня требуется, ну, понимание того, как Бог желает меня вести. Казалось бы, просто, и вместе с тем сложно. Потому что иной раз легче ударить жезлом, опираясь на опыт вчерашнего дня, чем подчиниться тому, как говорит Бог, сделать сегодня. А вы знаете, сердце наше не дремлет. И я думаю, что каждый из нас хоть раз-то находился в ситуации, как Давид, вот перед тем войском, когда он смотрел на вершины тутовых дерев, когда он внимательно прислушивался. Но с той лишь небольшой разницей, что, как правило, мы в этот момент не всегда знаем и не всегда понимаем, что же мы должны услышать. Что должно нам подсказать небо? А Давид понимал. Вы знаете, для меня это было удивительно, немножко здесь другое, даже не то, что Давид понимал, а то, что Давид не искал этого знамения. Заметьте, друзья, Давид не просил этого знамения. Он просто обращался к Богу. И сам Бог предложил ему знак, на который ему нужно ориентироваться для того, чтобы одержать победу в данном конкретном случае, чтобы иметь успех. Вот эта тонкость взаимоотношений с небом, друзья, вот это взаимоотношение с Богом, вот эта ясность, которую нужно искать, которую нужно стремиться, которую нужно приобретать, это тот секрет, которым стоит овладевать, друзья, для того, чтобы наше путь за Господом, наше следование за Господом, оно носило какой-то, ну, можно извините за такое слово, благословенный характер. Мы по-любому ходим благословенно за Господом. Но Бог, как написано в книге Откровения, 21 глава, 5 стих, написано так. Он не желает, чтобы мы довольствовались тем, как было вчера. Вот как написано. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое!» и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Знаете, я опять возвращаясь к войску Давида, задаюсь вопросом. Понимало ли войско Давида, чего они ждут в той роще? Понимали ли эти вооруженные смелые люди, в чем задержка? Вот филистимляне, вот мечи, вперед! Я думаю, нет, едва ли. То водительство, которое имел Давид, это было его индивидуальное водительство. Но от его чуткости, от его последовательности, от его послушания и понимания зависела судьба всего того войска, которое было за его спиной. Друзья, мы сегодня, может быть, мало из нас царей, и мало кто из нас может командовать войском, но семьи наши, церковь наша, дома наши, близкие наши в порой зависят от нашего чуткого понимания водительства Божьего. И это наша ответственность, друзья, опираясь на Господа, не всегда только опираться на опыт вчерашнего дня, а позволять Богу вносить коррективы в нашу жизнь. Да благословит нас Господь, овладеть секретом Давида, овладеть, достичь этой ясности в наших взаимоотношениях с Ним, чтобы у нас была понятная, обратная связь. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok